Я должен защитить льду. В общем, тоже мне не нравится, потому что Battle Cry очень плохой, дает дополнительный манно-кристалл врагу, и это всегда плохо, то есть ты должен эту карту играть на ходу седьмом-восьмом, либо ей добивать, да, если быстро. Я откажусь от этой карты, я возьму Abomination, хотя тоже недостат, но АОЕ какое-то. Это всегда неплохо довольно. Плюс, учитывая то, что мы хотим набирать, как правило, за друида в больших толстых существ, это АОЕ нам сильно плохо не сделает. Я надеюсь, что она поможет. А здесь, Аджон Сквайр, карта слабоватая, 1-1 за единицу мало, Диван Шилд не помогает особо. Дайр Вульф Альфа не совсем та карта, которую хочется брать за друида. Ну, вообще, карта неплохая, да, условно, но в любом случае, это карта для тех классов, которые имеют много существ на столе, то есть Шаман Паладин, в первую очередь. Конечно, мы можем друида набрать большое количество карт, которые рассыпаются, типа Хантуд Крипера там, или Резафрен Хантера, но... не знаю. Пока их нету, и брать их не будет. Возьмем Культ Мастера, потому что хороший друида, и если друит хотя бы 2 карты, это уже очень здорово. Ммм, интересно. Блуд Селл Рейдер, это 100% ривер Краколиск для друида. Оружия у нас не бывает и не будет. Найтблейд, 4-4 за 5, сильный недостат. Тоже не очень здорово. Батл Край мало очень делает для друида. Друид все же хочет выигрывать. Ну, так, довольно медленно. Нет, конечно, есть... Можно собрать и более быстрого друида, и там какие-то Севеджероры, и Форс оф Нейчер, если будет. Но все равно это как-то Найтблейд, и прям Вау 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 в такую колоду. Поэтому мы тоже откажемся. Я, наверное, возьму Марков Зевайлд. Плюс 2-2. Может просто какой-то переворот в игру внести. То есть, если там вытащить особенно зомби на первом ходу, второй ход забафать и Марков Зевайлд, то это очень такой серьезный Йети с таунтом получится. Думаю, возьму эту карту. Конечно, Свайп. Свайп лучшая карта за друидов. Свайп берется всегда. Naturalize за единицу ману уничтожает существо, что здорово. Но даешь две карты противнику, это ужасно. Поэтому отказываемся от этой карты. Здесь единица здоровья все портит. Поэтому от Мурлока мы откажемся. Берем Свайп. Арден Коммандер или Старфол? Я считаю, что Старфол и Кипереза Гроуд две лучшие карты за друида из редких. Поэтому я возьму его. Хотя Арден Коммандер это, грубо говоря, следующее. Да, следующие ступени вместе с Азор Дрейком. Вот. Санкт-Пир Протектор худшая здесь карта. Да, дает таунт, но в принципе это 2-3 по умолчанию. Она не так же часто дает таунт. Опять очень простой выбор. Логилл Вориор слишком слабо. Чардж на двоечку. Ну да, полезно, если ты убиваешь другую двойку вражескую. Да, ходишь, Старый. Но больше-то особо и не годится ни для чего. Веблорд. Веблорд слабоват по характеристике. 1-4 это все же не 2-3, не 3-2. Это самый худший из 5 статов на двойку. Ну, конечно, будет еще с Гоблиными Гномами 4-1. Это тоже совсем плохо. Но пока этого нет. Пока 1-4 самое худшее. Вот. Я возьму Аренбарк Протектор. Друид, как я уже сказал, любит больших жирных ребят. И как раз Протектор это вот эталон этого всего. Вроде такой карандаш без фантазии 8-8. А сломать его очень-очень трудно. Брать второй Марк Зе Вайлд как-то мне немного стремно. Потому что все же хочется собрать каких-то существ. С другой стороны, у меня есть одна Марка. И Ази Снэп Джамм, мне кажется, идеально с ней для нее подходит. То есть превратить 2-7 в 4-9. Что делать с этим 4-9 совершенно непонятно. Он еще и таун. Наверное, я возьму Ази Снэп Джамм. Вторая Марка это много. Для седьмой карты, я считаю. Винтвури, Гарпи, это ерунда. Едьте за 6. Я об этом всегда говорю. Не то. Еще один свайп. Конечно, видишь свайп, берешь свайп. Натурлайз нам опять предлагают вместе с свайпом. Мы даже не задумываясь, отказываемся. Форсир, карта неплохая. Тройку у нас нету. И хочется нам взять тройку. И Баттл Край довольно неплохой. 3-3 по умолчанию неплохо. Но нет, свайп лучше всех. Ну, худшая карта здесь Мурлок. 1-1 за единицу это ничто. Кабанчик тоже плохо. Но Кабанчика мы можем, в принципе, скомбинировать. Скульптмастером и Марков Зевайлд это вся польза Кабанчика, что есть. Я думаю, я все же откажусь от Кабана и возьму Хилинг Тач. Я надеюсь, что у меня будут толстые ребята. Да, у меня уже по умолчанию есть такие. Особенно, если это с комбо будет, то, в принципе, можно все 8 полечить. Вот. Ну, если что, себя полечу. Ладно, да. Хилинг Тач я тоже, конечно же, не люблю, потому что карта не делает ничего, кроме лечения. Этого мало на арене. На арене мы хотим характеристики какие-то. Вот. Поэтому, ну, ладно. Со скрипом сердца мы возьмем Хилинг Тач. Здесь довольно... Ну, не сказать, что довольно простой слэш-баучер, но... Я думаю, он все же лучше, чем Нуриш. Как-то сильно в дроу-картах мы не нуждаемся сейчас, пока у нас есть Культмастер из 9 карт. Вот. Демолишер в нашу колоду точно не пойдет. Скорее всего, потому что у нас нету вообще начальных карт никаких, да? Двойка единицы. Как мы будем защитить демолишеру, я не представляю. Ну, слэш-баучер, да, таунт, неплохой таунт. Возьмем. Какие у нас два друга? Наверное, я возьму Вайлдгроу. В Вайлдгроу я не ценю эту карту, так же, как и Нервит на арене. Хотя это очень классные карты для Констрактеда, на арене они сильно падают в цене, потому что... Ну, ладно, сказать откровенно, в нашу колоду Вайлдгроу может неплохо войти. Учитывая то, что у нас именно такие набираются очень толстые, очень толстые только. А мелочи нету. А так это, как правило, мертвая карта, и ты ее там на 10-м ходу только на другую карту обмениваешь. Вот вся польза Вайлдгроу. Но, учитывая то, что польза от этого есть хоть какая-то, на 10-м ходу ты с ней можешь сделать хоть что-то, в отличие от Нервитта, когда ты сидишь с ним одним, и тебе приходит топ-дек, и вообще Нервит тебе бесполезен. Вайлдгроу все же чуть получше. Морлок Тайтхантер, ну, можно взять и его на самом деле, все же это двоечка, двоек у нас нету, хочется хоть что-то, но все равно это слишком слабо. Да, и тем более рейд-лидер, мы отказались от собаки. А от рейд-лидера откажемся не задумываясь, потому что это хуже, чем собака. У меня же хуже, чем собака, говорит рейд-лидер нам. Хм, наверное, вторая Азия Снэпжа, потому что Хилинг Тач второй брать, нет смысла, Солу Форест точно не стоит брать. Это карта, которая, ну, может быть, нам поможет, если у нас много токенов, много рассыпающихся существ. У нас пока такого вообще не бывает, у нас только жирночин. Поэтому пользоваться этой карты нам не выбить никакую. Азия Снэпжа, выбор наш здесь, хотя и мы этому не сильно рады. Здесь придется взять собаку, потому что это хоть какая-то двойка, и Лорд оф Арены, это вообще не серьезно. Мы хотим набирать таунтов, мы хотим и хороших таунтов набирать. Лорд оф Арены, это не из той категории. 5 здоровья слишком мало. И можно всегда без труда от него отказаться. Опять же, Голд Шарфутман мы тоже не будем брать, потому что маленький заборик, когда ты пытаешься оградиться стеной, заборик нам не помогает. Поэтому возьму собаку, меньше из всех зол. Здесь в раз, потому что нам нужны какие-то быстрые ремовалы. Вот, в раз намного лучше, чем Мурлок, потому что и 3 урона может нанести, и за единицу урона может там карту нам дать дополнительно. Поэтому я возьму его. Спалбрекер тоже неплохо, но мы пока не нуждаемся в такого рода четверках. Нам нужно что-то такое. Какие-то ответы. Это ответ, но очень ситуативный. Еще один в раз, конечно. Третья черепаха нам точно не нужна. И ракетирша тем более. Мы пытаемся занять стол с ребятами, а ракетирша на занятии стола не принимает участие вообще. Поэтому я возьму в раз. В раз просто ремовал. Классный. Здесь я возьму вторую марку. Хотя, конечно, это не очень здорово, но другие карты ужасны. Натерлайз третий раз уже видим. Гарпию видим. Да. Говорить не о чем здесь. Наверное, я возьму Розафрэн Хантера. Потому что... У меня есть собака плюс. У меня нету тройк. И опять же, плюс для Розафрэн Хантера. В принципе, Гуля-то мне сильно не нужна. Или Нарчер тем более не сильно нужна. Но я возьму ее. Вот какая-то тройка. Наверное, я возьму Акалита Боли. Хотя, Кобальгия Мальсер в этой колоть тоже неплох. Потому что у нас куча заклинаний. Но, к сожалению... Нет. К сожалению, не буду. Все же хочется какой-то более лучший спеллэмэдж. А именно... В первую очередь Азер Дрейка. И, может быть, и в вторую очередь... Эншент Мейджа. Ой, не Эншент Мейджа, а... Верховного Мага на за четерку. Вот. Вот эти карты я с большим удовольствием возьму. Наверное, чем Кобальгия. Акалит Боли. Ну... В принципе, у нас есть две марки. И мы можем забавить Акалита. И он принесет нам больше карт, что... Довольно здорово. Поэтому я возьму его Севеджер Ор. Не для нашей колоды. И вряд ли мы сможем из нее вытащить много валио. Да, я возьму Акалита. Тваладжрейк, Нерибенек или Старфол номер 2? Наверное, я возьму Старфол второй. Да, хотя, конечно, Тваладжрейк здесь может в этой колоде очень неплохо играть. Потому что, опять же, у нас начальных карт нету. Мы играем медленно. И Тваладжрейк очень-очень будет неплохо. Но я думаю, Старфол все же лучше. Если бы это был первый пик, если бы мне не было, вернее... Вернее, если бы у меня не было первого Старфолу, я бы вообще не задумывался. Здесь, ну, чуть-чуть в пользу Тваладжрейка. А у Эта у меня довольно много все же. На Рубянек. Ну, да, кстати, на Рубянек мы тоже можем неплохо забавить и собакой, и двумя марками. Ну, и тем же Абоминейшном можем раскрыть. Но все равно это хуже, чем Старфол. Третий Старфол я брать не буду. Это слишком много заклинаний для меня. Слишком-слишком много заклинаний. То есть, 2, 4, 7... Ой, 7, 5, 7, 8, 10. 10 заклинаний из 19-ти карты. Слишком много. Я возьму Санвалкера. Просто хороший таун. Да, Мастер Сворцминтс карта довольно унылая. Я возьму Дройд Зекло. Старфайр тоже хорошая карта, но, опять же, заклинаний у нас слишком много, мы можем отказаться довольно просто от нее. Пойзен Сидс... Ерунда. Хотя и неплохо сочетается со Старфолом. Да. С Абоминашеном не сочетается, к сожалению. Можно было бы так сделать, что с Абоминашеном все бы взрывалось, но нет. Так не получится. Поэтому Дройд Зекло просто... Существо просто таун. Наверное, Венчир Кост самый большой и самый жирный. Хорошие характеристики для пятерки, самые большие. Вот. Поэтому возьмем его. По умолчанию самые большие. Найт Блэд ерунда. И Мурлок ерунда. Мы этим картом видели все. Я возьму Хоррест Голема вместо Спектр Локнайта, хотя Спектр Локнайта тоже хорошая карта, но пятерок нам хватает. А стройка ему у нас беда. Поэтому Хоррест Голем очень простой. И Флэш-1 Гуль в нашу колоду вряд ли пойдет, потому что он в колоду агрессивно идет, у нас контроль колода. Здесь придется взять Старфайр, потому что и Шилдберер ерунда, хотя в принципе Марков Зевайлд может неплохо на него наложиться. Но все равно не будем брать. Марков Зенейчир это намного хуже, чем Марков Зевайлд. И мы ее-то не очень хотим брать, а это тем более. Четыре характеристики за три это слишком мало. Старфайр, ладно. Ремовал, взятие карты, падет. Я не хочу брать еще одно заклинание, я хочу взять существо. Именно поэтому я возьму Боргена, а не Клоу. Солоза Форест вообще рядом не стоит с этими картами. Я возьму Ривер Коколиско. Венчир Коу в раз десять лучше, чем Ривер Коколиско. По умолчанию. Но у меня одна единственная двойка из существ. Меня это сильно беспокоит. Конечно, Кипера за Гроу слишком... Ну, нам не надо еще дополнительный дроу-карт. Поэтому от Оракула мы отказываемся вообще элементарно, учитывая, что у нее недостаток. От Нуриша мы тоже довольно просто отказываемся, потому что, ну, просто карты взять, это не так и здорово. Кипера за Гроу. Замечательная карта. На данный момент даже лучше, чем Старфол, потому что у нас их два. И вообще топ-1. Получается. Я возьму третий свайп. Свайп слишком хорош, чтобы от него отказываться. Даже в пользу очень нужной двойки. Все же двойка не такая... Ну, да, она хорошая. Она именно хорошая. Просто 3-2 это неплохо. Но свайп. В Додоктор ничто. День со здоровья все портит. Я серьезно думаю взять Кобальт и Геомансеры. Я считаю это правильный выбор, потому что, во-первых, это двойка, хоть и не очень хорошая, во-вторых, у меня миллиард заклинаний. И Кобальт обязан у меня играть в этой колоде, как просто царь. Арджин Командер или Стампининг Кода? Я думаю, Арджин Командер немного лучше. Да, он не так ситуативен. Хотя Стампининг Кода играет практически всегда, но... Арджин Командер играет всегда. Без практически. Поэтому я возьму его. Сауджире ничто. Ну, что сказать о колоде? С одной стороны, у нас есть три свайпа, два старфола, и мы будем уничтожать вражескую борду очень просто. С другой стороны, у нас очень мало существ. Сколько у меня у нас вообще заклинаний, да? Два, три, пять, шесть, девять, одиннадцать, двенадцать. Ну, не так уж, в принципе. Много, но не прямо же за гранью, скажем так. У нас много жирных лейтовых существ. Ну, словно жирных такие. Ну, так, пятерки, восьмерок особо нету, да? Пятерки, ну, в основном. Ази Снэпджа тоже жирное существо. Я надеюсь, с Марк Зэ Вайлд хорошо. Вообще, Марк Зэ Вайлд здесь хорошая карта, потому что со многими очень карты у меня сочетаются. Там, с Акалитом Боли, с Ази Снэпджа хорошо сочетается. Вот. Кобальт, хоть и карта плохая по умолчанию, мне кажется, она будет очень здорово у нас играть. В первую очередь, что мы ищем? Валд Гроу и Воргена, да? Вот эти две карты. В разы мы не имеем права отказываться, потому что двоек у нас нету, и для нас это огромная проблема. Занятие стола на первых ходах, оно исключено практически. Также и троек у нас очень мало. Вот. Поэтому в этом наша основная проблема, что если нас будут рашить, то нас будут рашить. Ничего мы с этим не поделаем. Ну, свайпы и старфолы нам, я надеюсь, помогут. Ну, такое-то. Продолжение следует...